Трудно отвлекать от власти? Вначале да, а потом все время держаться на воде невозможно. Главное, чтобы водой так не накрыло волной, чтобы вообще никогда не украться. Вы из Грузии сделали конфетку? Конфета раскисла, она под солнцем долго лежала. А столько параллельно это все происходит в Грузии и Украине. Просто в Грузии была история успеха, в Украине ее вообще не было. А какой же выход из этой ситуации? Потому что появятся лидеры, лидеры. Ситуация новая, естественно. Черчилль однажды сказал, что успех – это идти от поражения к поражению, не теряя энтузиазма. 12 февраля 2018 года в неизвестной форме, без опознавательных знаков, схватили за волосы в ресторане в центре Киева, вытащили оттуда, посадили на самолет и отправили в Варшаву украинского политика третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Я прилетел в Брюссель ровно через год для того, чтобы выяснить, не потерял ли Саакашвили свой знаменитый энтузиазм. Мы поговорили о его политических планах, о том, как он оценивает разных кандидатов в украинские президенты и о том, где он собирается оказаться через год. Я сейчас буду задавать вопросы. Кому? Украинскому политику, одному из лидеров грузинской оппозиции, третьему президенту Грузии, у которого за плечами очень успешной реформы, а впереди спокойная жизнь маститого реформатора. Вот кем вы сейчас? Я думаю, что региональному активисту слово политик мне особо не нравится. Оно сейчас ругательное в нашем регионе, где политики и жулик это подседное тоже. Почему регионально? Потому что если меня лишили граждан из двух стран, если меня олигархи не любят в нескольких странах, если они все сговариваются против меня, то это означает, что я действовал с моей точки зрения правильно в этих странах. И я действовал в этих странах, я не протирал штаны, поэтому я не буду отказываться ни от своего грузинского, ни от своего украинского наследия. И буду дальше идти в этом же форватере, пока ситуация не пойдет в правильном русском. Региональный, то есть и украинский, и грузинский? Все безусловно. И вообще, настолько мы все связаны, настолько это одинаковая ситуация, настолько оно продолжение друг друга, что просто тут границы уже абсолютно чисто условные в оценке ситуации. Вы фактически уже шесть лет находитесь в оппозиции, с коротким перерывом на губернаторство в Одессе. Да. Но это ведь, наверное, довольно тяжелый опыт. Это опыт набирания нового человеческого опыта, потому что ты становишься нормальным человеком, ты убираешь свой мусор за собой. Я хожу на покупки в супермаркет, я знаю цены всему, я летаю эконом-классом и знаю, где достать дешевые билеты. Это часть такая бытовая, а другая часть, я понял, кто реальный единомышленник. Я переоценил свои отношения ко многим людям, я нахожу новых людей, очень много новых людей. Пошло новое поколение, которое меня воспринимает не такого, как исторические артефакты, а просто по факту того, что я сейчас для них представляю. Я вот не просто багажом, а с сегодняшним взглядом и сегодняшним body language, сегодняшняя энергетика. Это намного интереснее, чем просто быть каким-нибудь среднеазиатским лидером, который уже 20 лет где-то сидит и сам давно уже оторвался от жизни. И люди его воспринимают как мумию, которую пока не могут убрать, но любить эту мумию особо не приходится. — Просто быть в оппозиции — это значит быть в состоянии перманентного поражения, идти от поражения к поражению? — Нет, я не думаю, что мы идем от поражения к поражению. У нас несколько успехов, которые реально успехи. То, что, например, моя партия в Грузии не исчезла, все постсоветские партии сразу испаряются. То, что мое наследство никуда не ушло, то, что, наоборот, со временем усиливается. То, что мы практически выиграли последний президентский выбор Грузии. Да, они у нас их украли, но это как бы их первая победа, потому что они украли, сфальсифицировали. Но мы реально выиграли выборы, никто не ожидал. И то, что многие вещи, которые я сам как бы предсказывал, они реально на моих глазах исполняются. И это тоже как бы чувство индикации. Не всегда хорошие вещи, я предсказывал. Обычно плохие вещи исполняются. Но, по крайней мере, поддерживается как бы правота. То есть я не считаю, что это фрустрация. Наоборот, то, что много новых людей появилось, считают свои победы. То, что менталитет меняется не всегда в лучшую сторону, но в каких-то местах, в какой-то части в лучшую сторону. Тоже можно радоваться всем этим вещам и смотреть на более оптимистичную сторону страны. То есть как бы раскладывать. Во всем есть свои плюсы и плюсы. Нет, есть однозначно. Бывших президентов не бывает. А, как еще как будет. Это я брал интервью у вашего соратника Григола Лошадзе. Вот он произнес такую фразу. Трудно отвыкать от власти? Вначале да, а потом... Я вообще не представляю, какая к черту власть. Ну, в маленькой стране, наверное, легко. В большой стране сложнее, если есть полната власти. Нет, ничего особо в этом нет. Никакие кошмары, отвыкания от власти по ночам не снятся. Так что, бывают же люди, наверное, что ломка есть какая-то. Нет, от власти, как бы власти, антуража власти легко отвыкать. От невозможности менять вещи невозможно отвыкать. Это постоянно остается с тобой, что вот на твоих глазах то, что сделано, оно убивается, и ты не можешь ничего поменять. От этого отвыкнуть невозможно. И не надо отвыкать, надо сражаться, чтобы так не было. Поэтому вот эта часть, она как бы очень болезненна, конечно. Власть над умами, вы чувствуете? Это постоянная борьба. Это постоянная борьба над умами в эпоху Фейсбука, в эпоху Твиттера. Вот эти, это американские горки. На одной неделе у тебя там 7 миллионов заход на Фейсбук, на другой там полмиллиона. Сразу там отлив, прилив. Это, наверное, зависит от вашей активности? Это как серфинг. Ты все время держаться на воде невозможно. Главное, чтобы эта вода так не накрыла волной, чтобы вообще никогда не уплыть. А так будет накрывать, будет из стороны в сторону кидать. Не всегда будешь накрыть волной. Нормально. По поводу Фейсбука, я на самом деле перед тем, как ехать на наше интервью, написал, что вот ровно через год после того, как вы покинули Украину, мы запишем интервью. Мы его сейчас записываем ночью в Брюсселе. И я спросил, о чем вы хотели бы спросить Михаила. И вот как раз из Фейсбука довольно много вопросов. Я буду периодически их задавать. Вы не разочаровались в политике? Вы назвали себя активистом? Нет, я реально активист. Я же никогда... То есть так, как я себя веду, это не какая-то политика, которая надувает себе щеки. Это не то, к чему люди привыкли. Ходят на саммиты, на конференции, делают брифинг и заявления. Это не мой стиль вообще. Я человек действуя. Я хожу на стройки, снимаю стены, открываю пляжи для людей, отгоняю ореховых мафиози. Отгоняю российских генералов. По крайней мере, пытаюсь это делать. Я по крышам бегаю. То есть я человек, который... Ну, как? Ну, как может человек бегать по крыше, а не брифинг устраивать, правильно? Если я на крыше, то оттуда, наверное, делаю свое громкое заявление. То есть... Ну, невозможно это назвать политикой в чистом виде. Ну, цель же бегания по крышам, цель... Да, поэтому... То, что... Нет, я не различался. Это вопрос, возможность влиять на настроение людей и менять мир к лучшему. Это и есть политика. Что значит? Для меня политика настоящая. Это возможность менять ситуацию к лучшему. Ну, все. Если говорить о том, что там... Если там часть какой-то там... 12-ти партийной коалиции, где там... Каждое сестре по сережке надо раздать и там ничего невозможно менять, потому что ты можешь максимум на пол процента какой-то налог снизить за 5 лет, то такая политика меня не причитает абсолютно. Я бы хотел иметь такую страну, как Голландия, но я бы не хотел быть голландской политикой. Голландия и премьер-министр – это просто идеальный бухгалтер. Это вот такой скучный, ровный бухгалтер, который просто объясняет, сколько зашло, сколько уходит, там, этим нудным таким тоном. Его мало кто слушает, все знают, что ему нужно доверять. Там, допустим, теперь же премьер-министр Руте, там, он обычно его пускает, там, на его там... Вопросы и ответы в парламенте после 12 ночи, когда в Голландии все спят, или там, если кто-то не спит, то где-то там пьет. Если кому-то лучше хочется, можешь приучить. Вот вся история. В такой стране же классно жить. В какой стране быть политикой абсолютно неинтересно. А у нас в стране такие огромные вызовы, что интересы захватывающие. Вот и все. Вы как-то сказали, что каждый день – это борьба за существование. Естественно. Вот как сейчас устроен ваш обычный день? Ну, например, вчера у меня был СССР грузинской диаспоры. Около 900 человек приехало с Америки, с Канады, с Израиля, со всех стран Европы, там, на самолетах, на перекладных, на автобусах и так далее. А из Грузии они присылали, что человек, включая там членов не только там правящей партии, но таких, их специалистов по грязным трюкам, прислали шесть телекоманд. Приехало три российских телекоманды устраивать провокацию. Цель была сорвать мероприятие. И вчера вместо того, что я должен был там сказать, что-то расконцентрировались, как не дать им сорвать мероприятие. Вот и борьба за существование. Как не дать им там тать мне по голове, по бутылке, как они собирались там, облить там какой-нибудь там чёрной краской или там чем-то ещё они там собирались. То есть, вот, вот и прекрасный один из, прекрасный пример одного из них, там, борьбы за существование. Борьбы за существование. Поэтому скучать не приходится. Но мне это нравится, это экшен, это драйв, это, ну, в этом что-то есть. Сейчас у меня новое мероприятие назначено в Италии такой же. Уже сейчас там нанимают к активисток в копках, там, пострадавших от моего режима. Из-за транспортного расхода платят бесплатная прогулка в Европу, конечно. Но 500 евро суточных командировочных неплохо. Поэтому, вот, сейчас... Это ваша агентура в правящей партии работает? Не, ну, это же все знают в маленькой стране. Так что, так что интересно, поскучать не приходится, там... Проект про диаспор понятен, там, весь украинский Facebook видит, что много по-грузински у вас. Да, потому что сейчас просто в Грузии ситуация, когда некому, кроме меня, вот, на таком уровне этим заниматься. Проблема в том, что это, и это меня не радует, что слишком много большой концентрации на меня и слишком много надежды на меня. Не слишком, но много надежды на меня. Это объективная реальность. И люди ждут какого-то действия, с моей стороны. Иначе страна просто пропадает. Сейчас не ситуация, когда она откатывается назад или на месте топчется, или, там, по инерции чуть-чуть вперед идет, но замедлять темп. Нет. Это сейчас уже страна погибает, реально. И эта страна, это как твой ребенок погибает, который ты, там, родил, выкормил, довел, там, я не знаю, до шестого класса. И вдруг, там, он заболел каким-то ужасным гриппом со осложнением. Вот и вся история. Сначала был насморк, а сейчас это вообще воспаление легких и перерастяющий, там, я не знаю, мини-гид. И надо спасать, надо принимать срочные меры. И тут не можете родить и сказать, ой, я, кстати, сейчас уже, там, это самое, я ребенком оставил, занимайтесь моим ребенком. Нет, это уже изнутри болит. Это уже, на это не реагировать невозможно. Поэтому, естественно, я этим занимаюсь. Я чувствую за это ответственность. То есть, мое дитя погибает. И, естественно, этим занимаюсь. И не надо украинцам на это обижаться, потому что... И это связано с Украиной, потому что, на самом деле, мы настолько параллельно это все происходит и в Грузии, и в Украине. Просто в Грузии была история успеха, а в Украине ее вообще не было. Вот и вся разница. А так, то, что сейчас происходит, оно очень похоже. Про Грузию, да, я слышал такое мнение, что если бы Саакашвили на второй тур прилетел в Грузию, то мечте не удалось бы... Ну, это так, но любые 72 часа, когда я смогу свободно ходить по грузической территории, даже сейчас без выборов, это конец режима. Они так сами себя завели. Представьте, ну, если я такой незначительный, если я вообще нерелевантный, какого черта они вдруг присылают, там, сто с чем-то людей, тратят несколько сот тысяч долларов на все эти вещи, которые, просто чтобы сорвать мое мероприятие, мою встречу с грузинскими, там, с арабичанами или, там, иммигрантами, иммигрантами где-то в Бельгии. Ну, это означает, что они сами себя завели, они от своего страха, рационального, нерационального. То есть, они сказали людям, все, кто нам недоволен, вот Саакашвили, это ваше спасение. И это ситуация, когда Саакашвили, то есть, меня не пускают в Грузию, анекдотичная ситуация, потому что, ну, ситуация же очень оригинальная, потому что, ну, и не имеющая особо прецедентов. Как бы, я единственный глава государства после австро-венгерских капсбургов, которых лишили гражданство своей страны. Ну, ладно, это первая история. Вторая история. Я не беженец, я не, там, это самое, я не политиммигрант, который, там, успешал от, там, от несправедливых наказаний. Нет, я требовал, чтобы меня судили. Я требовал, чтобы меня судили в Украине. И я готов был общаться с грузинскими правоохранителями, но публично, под прожекторами общественности. И меня просто схватили в Украине, наложили на меня наручники. И говорят, и Порошенко умолял грузинскую, грузинскую власть собрать меня оттуда. И грузинцы сказали, четко нет. И, то есть, они меня, как бы, судят, но они меня не хотят видеть в грузинской тюрьме. Украинцы, как бы, меня судили, но они не хотели меня видеть в украинской тюрьме, в украинском суде. И я приехал в Польшу, меня спросили, ты хочешь подать на политическое убежище? Я сказал, нет, я не хочу никакого убежища, я возвращаюсь в эти страны. И, то есть, оригинальная ситуация, они меня судят, но не хотят посадить в тюрьму. И вообще не хотят, чтобы я, там, в суде оголачивался, был в этих странах. Страны скидывают меня один к другому, чтобы, как бы, избавиться. Я приезжаю на Запад, я не хочу быть на Западе, я говорю, пустите меня обратно. И Запад пожимает плечами, говорит, ну, ладно, разбирайтесь сами, что-то. Ну, если хочешь остаться, оставайтесь. Вот, собственно, все-таки вопрос про второй тур. Да, поэтому, поэтому ситуация такая, любой, да не только второй тур, любой момент, если бы я пред... Там нет выбора, если бы выбор отменен Грузии. Любые 72 часа без того, чтобы они меня смогли схватить, это конец режима. Вот, они сами себя заведут в эту ситуацию из-за этой абсурда, анекдотичности. Они излучают страх. А когда режим излучает страх, то, учитывая и то, что случилось вчера в Льеже, то обычно он плохо заканчивает. По вашей оценке, у вас просто не было бы 72 часов в прошлом году? Просто еще была иллюзия, что они могли выиграть второй тур без меня. И она была из-за того, что первый тур они реально выиграли, мы ее реально выиграли. Но они как бы одним процентом украли у нас эту победу, чтобы чисто формально зафиксировать, что они чуть-чуть перейти, уже на это надо было реагировать. То есть ситуация такая была. Если бы Иванишвили подделал результаты первого тура сразу, если бы, как многие ему говорили, если бы он сказал, что все, я выиграю, мне все равно, это не 40%, это 51%, то я бы никого не спрашивал, я бы сразу летал грусть. Но поскольку он оказался хитрее, и он сказал, давайте пойдем на второй тур, назначил второй тур в рабочий день, максимально поздно, и создал гораздо более циничные механизмы фальсификации, то уже он нас затащил процесс, где уже возможности мне туда заехать уже не было. Вот если бы тогда он сразу фальсифицировал, я бы никого не спрашивал, я бы завелся в Грузию. Но он вот сманеврировал, и этот маневр многих обманул. У меня были всегда сомнения, что все равно этот маневр, но уже много людей вокруг меня, они посчитают, что вот у нас есть реально возможность, и не надо качать эту лодку, давайте будем идти по институционному процессу. И я оказался в ситуации, когда если бы я просто приехал, они сказали, вот... Зачем? Миша провоцирует, мы уже практически победители, и вдруг он с больной уколом на здоровье, не стало ничего, заявился, чего он нам не дает возможность совершить политический процесс. Вот и все. Тут надо сказать, что Иванишвили, ну, или он нас перехитрил, или мы сами себя перехитрили. Одно из двух. Но то, что он не собирался там выборы отдавать, ну, я и самоначально сомневался. Но сейчас люди думают, что сделали правильное заключение, и я понимаю, что этот человек с выборами никуда уходить не собирается. Это не означает, что нам не нужны выборы. Но выборов обычных не будет. Это в любом случае, это будет... Выборы будут частью гибридной компании со стороны Иванишвили, и мы должны отвечать на дюкат. Вопрос про Иванишвили. Вы не жалеете, что в свое время не выслали его из Грузии? Жалею, да, жалею однозначно. Не надо с ними церемониться, цацкаться с олигархами. Но с другой стороны, знаете, то, какой литературный пример привести, помните, как Наташа Ростова собиралась бежать там с любовником, и Пьер Пизухов ее запер. Если общественное мнение вот тогда очень хотело позариться на обещание Иванишвили, но не было, я не Пьер Пизухов, чтобы запирать общество где-то там за замком. Надо отпускать общество, надо дать возможность испробовать все. И был такой соблазн, и была такая потребность у людей, у большинства тогда. И мне кажется, что через этот опыт болезненело, все должны были пройти. Он обещал людям бесплатные деньги, вот это его формулировка, и он получил бесплатные деньги от людей за счет бюджета и всяких там схем. Он обещал им демократию, которую они увидят, удивят всю Европу, и действительно, вот вчера они удивили Европу, прислал тетушек Мельеж, это такой Янукович бы никогда не додумался. Он сказал, что Грузия при нем будет, какие-то обещания он выполнил. Он сказал, что мы исчезли с Радаром, и исчезли с Радаром. Он сказал, что мы маленькое деление, мы ставили действительно маленькое, незначительное деление. Но вот с того, на это же люди не пошли, то есть он эти вещи тоже говорил, и он выполнял, но люди их не замечали. А то, что они замечали, сработал институт Наташи Ростова, они хотели туда, и еще раз говорю, я бы не смогу удержать от этого. Просто у этого есть еще один такой аспект у этой проблемы, что десятки лидеров вашей партии, активистов вашей партии, кто лишился свободы, кто работает. но это цена, которому я тоже, я тоже нет хорошей жизни. То есть моя жизнь тоже не сахар, когда к своему ребенку не пускают там 6 лет, и не дают права на свидание, не дают права просто на общение. личное. Но да, Иван умер вошли в тюрьме по надуманным обвинениям, люди как-то привыкли, что он хронически должен сидеть в тюрьме, лучше никто не помнит, за что его туда посадили, никто, и тогда он особо не знает, за что посадили. Ахалая сидит, бывший министр обороны внутри, в тюрьме, очень мужественный человек, там очень много просто таких людей, которых никто не знает, они сидят, и они, а многие, ну знаете, вот мы воспитывали реально там целое поколение бюрократов и военных, и полицейских. Вот сейчас там человек, который был там командующим нашими наземными войсками, там, и воевал, и там закончил американскую академию, очень много денег было вложено на его подготовку, работает грузчиком в Филадельфии. Там другой человек, там генерал, там, который был моим личным другом, спасал меня каких-то ситуаций, герои, там, нескольких воин грузинских, он там под мостом в Страсбурге спал несколько месяцев, пока что-то нашел. Вице-премьер моего правительства, ухаживает за стариком в Америке, там, за какие-то, ну, мизерную, по тем меркам зарплату. Там министр, один бывший, там, фуры возит, на тралле работает водителем. Ну, бывают министры, которые лучше устроили, там, кто-то там, для Вера Кубалия была главным советником индивидуализмского правительства, очень экономическим, очень крупной зарплатой, которую австралийцы платили, там, Килаури, там, он был советник многих правительств мира, там, Один Шашкин, правительство, там, сейчас, в Узбекистане работает, кто-то там, в Албании, кто-то там, Молтой, кто-то еще в Украине остался, да, такие тоже есть, но есть большинство таких людей, и это трагедия, потому что эти люди деквалифицируются, и это плохой, то есть у нас что была история, у нас была история, что вот наш государственный аппарат, он, он, не коррумпирован, но у него была долгосрочная перспектива стабильности, у него была зарплата, на которой можно было жить, они ездили на хороших машинах, у них были хороший мобильный аппарат, телефонный, у них были кредиты на квартиру, на так далее, долгосрочную, и они считали, что если они профессионалы, они служат не партии, они служат с государством, они будут служить там 20-30 лет, и вдруг их всех выкинули в шею, и это сигнал, и никогда больше вот эту стабильность, ощущение, стабильность никто не сможет вернуть, потому что вот это уже безвозвратно утеряно, потому что есть уже пример вот этих, и когда я смотрю на этих людей, да, их уже не вернешь, они там пузами обросли, там, там, огня, огонька нету в глазах у многих, надо новых находить, потому что я сейчас сработаю с иммиграцией, потому что сейчас значительная часть грузинского интеллекта за крайне утепла, а сегодня, например, вчера я общался с такими интересными новыми людьми, я просто был в восторге от того, потому что с этими людьми с лозунгами не будешь говорить, они уже биты на это, они гораздо более натасканы на эти вещи, и они глубже смотрят на все, и поэтому, когда я сравниваю это, допустим, с той же украинской или грузинской там там морощенной политикой такой очень низкого уровня, на уровне вот этих простых символов, и вдруг вижу людей, которые могут опускаться простых символов, но за этим видишь большое содержание, вот это меня впечатляет, и то, что я еще могу с ними общаться, и то, что они хотят стремятся ко мне, значит, в этом что-то есть, значит, я еще там есть порох, пороховицы. То есть, путь Сингапура и ваш вы, как Ликван Ю, вы не могли повторить путь Ликван Ю? Нет, Сингапур даже сегодня не смог стать в Сингапуре, 70-е годы максимум, это возможно, как в эпоху интернета, это невозможно, раз, во-вторых, там это модель основана на миграции, основана на новой этничности, ну, каким образом Грузии создавать новую этничество, же, захотеть, Грузия многотысячная, у нас на много тысяч лет, мы уставшая страна, уставший народ, хорошим или плохим смысле, ну, какой там Сингапур получает, сингапурцы сказали, мы не китайцы, мы вообще другие, мы вообще, у нас другой язык, английский, вот, мы вообще заведем всех, и вообще все будут братьями, и нам, сингапурцев, тех сингапурцев старых, там, 20%, там, все остальные будут другими, но это невозможно и нежелательно в Грузии, и у нас будет такая мягкая диктатура при всем этом, но будет управлять, знаете, я в Сингапуре был много раз, у меня к нему есть, и к ним есть симпатия, и там, и, конечно, я общался с членами их правительства, и главное впечатление, они особых персоналей нет, там есть один босс, а все остальные это как винтики, там нет, вот я вот то, что не было особых звезд среди их министров, а я всегда собирал звезд, мне нужны были яркие личности, потому что каждая личность это отдельно интересное, а там они как работают, как мы ходили в машине, потому что и больше им не надо, как бы серость, но сверху такой яркий лидер, ну, по крайней мере, Ликван Ют так и был, его сын, как бы, ну, близко подошел, ярко выраженный, не такой ярко выраженный, как Ликван Ют тоже талантливый, однозначно, но вот он, это личность, все равно, а эти они не очень личности, но работает же, работает, потому что, ну, другая система, это имитировать нашей части мира, вряд ли возможно, о чете вообще всего сущего, да, вот Аркадий Бабченко, которого я упоминал, он сказал, что вы из Грузии сделали конфетку, да, вот дословно цитирую в нашем интервью, мы видим, что сейчас, как бы, Грузия, как вы сами сказали, погружается, конфета раскисла, она, как бы, под солнцем долго лежала, ну, грузия была, растаяла и не очень такая уж вкусная, вот вся история. Грузия была чемпионом реформ в нулевые, да, Украина не была чемпионом реформ в нулевые. Теперь мы видим, что ситуация там более или менее вот стремится к примерно тому же самому постсоветскому. Да, корректировка произошла, мы вернули своему естественному состоянию неудачников. Корректировка произошла, это то, что произошло, это было антисистемно. Система сама самокорректировалась, помогли добрые друзья с России в кавычках и местные ублюдки и главный из них Ивани Шевель, они вернули Крузию в свое первоначальное состояние. Вот вопрос, так может и не стоило и стараться? Нет, потому что опыт успеха очень важен. Почему вот меня, человека, без денег, без паспорта, без всего встречают вот так, как вчера встречали тут? Потому что у меня есть главная легаси. Я с чем-то, почему за нас голосовали в нашей... Ивани Шевель потратили на этих выборах по данным ОБСЕ 40 раз больше, чем мы? И почему многие западники тоже это не понимают? Недавно один придурок, американский там деятель, какой-то, ну, такой, торостепенный, но там он какую-то оценку давал, и он говорит, Саакашури и Ивани Шури, они как бы одного поля ягодные, они держат в Грузии заложниках. А потом моя знакомая прямо спросила, каким образом они одинаковые? Он говорит, Исаакашури и Ивани Шури миллиардеры, и они там через свои неформальные механизмы контролируют Грузию. То есть, этот, ну, недоумок уверен, что я миллиардер. Иначе они не объясняют, каким образом я могу там практически выигрывать выборы, держать там лояльных, строгих людей. Просто очень жадный миллиардер. Да, и просто на себя не трачено. Ивани Шури Ивани Шури Ивани Шури это срадить на себя там 70 миллионов официально по декларации в год, а я вот просто на себя не трачу, но так это как корейка, через неформальный механизм. И вот даже этот кретин не может подумать, что есть еще что-то может быть в мире, что есть идея, а идея связана с конкретным успехом. И человек может ничего лично не иметь, но иметь такой успех, чтобы быть этим богатым самым по себе. Вот до него не доходит, потому что они и западный мир измельчал, и много таких людей появилось. Нет больших лидеров, есть много вот таких, я же сам преподавал в американских лучших факультетах политологических, там просто шарлатаны растят сейчас во многих местах. Старые, новые, либеральные или старые либеральные профессора, ну просто это просто как кибернетик что-то лжи наука, вот политология даже на западе она абсолютно лжи наука. Да, в руках маленькая часть либералов, которые очень циничны ко всему, и для них идея, идеализм, приверженность принципу это пустые слова, просто ничего, это просто хитрая лока каких-то популистов для того, чтобы контролировать массы, потому что все это ничего не запринимать за фейсболю. Слово популиста это важно. Да, и вот вся история. Поэтому мне кажется, что вот это есть наша сила, что вот есть вот это, что люди и выросло новое поколение, которое гораздо больше к этому привержено. Я это говорил, когда я уходил из совку, я повторил славу Рейгана, я сказал, что есть поколение Миши, но я один раз упоминал скользко как мечту свою какую-то. А сейчас многие молодые люди говорят, мы поколение это, они ухватились за эту фразу. И это никакое, они часто их обвиняют, вы там поклоняетесь вождю своему, ну какой из меня вождь? Ну по всем, я не веду себя как вождь, это странно, могу выглядеть, не самую лучше всех одеваться, я не ставлю позу, какие вожди бегают по крышам. Тут вопрос идеи, а не личности. Конечно, это связано с личностью тоже, но тут вопрос того, что есть что-то глубже, чем вот то, что вот эти западные умники тоже ничего этого не понимают, их значительная часть. Какое будущее у вашей партии в Украине, рухновых сил? Я думаю, что в Украине сейчас сложная ситуация, мы реально украинское общество тупике. Мне кажется, что во-первых, есть тость, тут ситуация такая, направо пойдешь, как в плохой сказке, налево, направо все туманно, но точно идти в сторону Порошенко это значит, это распад Украины, это реально распад Украины. Украина распадется на юг, на Закарпатье отдельно, там Буковины значительная часть отдельно, Северполесь отдельно, значительная часть Востока отдельно. Однозначно. Ну, я просто хотел бы и про Порошенко, и других кандидатов поговорить позже, я вот хотел бы про вот ваше легоси, если угодно. Ну, знаете, у нас до сих пор вот каким-то удивительным образом мы сохранили и дро наших хороших активистов почти во всех регионах. Это удивительно. Это просто умонеподстижимая обычная логика подходить. Ну, что такое украинский политикум? Это люди, которые перетекают из одного группы в другую, из третьего, из третьего, из четвертого. Я их смотрю там уже десятилетиями. Я уже со счета сбился, кто побывался в скольких партиях. Тут есть партия, у которой нет реально действующего на месте лидера, ну, по крайней мере, ну, кого они вать, понимать, лидеры есть, много интересных личностей. Нет до конца легального статуса, потому что меня решили гражданство и вместе существуют, и отказываются меня, как бы, отказываются наш устав регистрироваться в том виде, в котором он и есть. У нас есть клоны, создали еще другую партию Саакашвили, которая успешно функционирует на бумаге. У нас нет денег, и есть при этом какая-то, ну, несколько тысяч людей, которые себя отождествляют с этой партией, которые активны, и которые никуда не сбежали, несмотря на все эти вещи. Вот это удивительно. Конечно, их можно, некоторые там, их иногда могут назвать сектой, и так далее, но нет, это идейные люди. Идейность это не сектанство. Идея это выше, чем что-то. И мне кажется, что вот это собрание идейных людей, оно, это огромное богатство для Украины в первую очередь, что есть такие люди и есть, что не все скуривались, не все продаются, и даже если 100 человек не продается, то это же чудо. А что им делать? Им надо перегруппироваться, найти других таких людей, просто не изменять принципы, просто сказать, что это наши принципы чистого вития, и мы убедим украинское общество, что оно должно прийти к этому. Безотносительно от контекста теперешних выборов и так далее, что в ближайшее время мы должны прийти к этому. Не мы должны идти к общему знаменателю, а они общее настроение должно прийти сюда. А то происходило нескольких стран. Посмотрите, Бразилия был вообще абсолютно маргинальный конгрессмен Болсонара, которого никто серьезно не воспринимал, там практически там поросюк их. И вдруг он стал такой их поросюк, вдруг стал там лидером очень популярным и очень эффектным в Бразилии, потому что весь политический класс скуривался, все исчез, и вдруг не он пришел к общему знаменателю, а общий знаменателю поэлюмигнулся к нему. Сейчас то же самое произошло с Сарвадорой. Куда далеко идти в Армении то же самое произошло. Никто серьезно Пашинян. Пашинян там был вечно. Никто его серьезно не воспринимал до того степени, когда армянская общая не созрела до него дойти, а не наоборот. То есть исторический пример этому Черчилль. Черчилля все насмех поднимали там практически пару десятилетий. А он не сдвигался с местного. Когда все считали, что вот линия Чемберленна направлена, Черчилль был где-то в гордом одиночестве, какой-то чудак, у которого нет политического будущего. И потом он стал Черчиллем таким, каким мы помним. Поэтому всегда на это рассчитывать. Если у Украины есть будущее, то оно должно прийти к этому знаменателю. Вопрос от читателя. Чемае намер Михаила Саакашвили повернутись в Украину? Это, как говорится, пустите меня, конечно, хоть завтра. Я подозреваю, что даже МАУ меня на рейс не посадит, потому что там они обложили. Я недавно бежал во Францию, а у них внутренний контроль и они там мой паспорт проверили. Они говорят, слушайте, а я обычно ношу свой украинский паспорт, типа как ID. Они там говорят, слушайте, Интерпол нам передал, что этот паспорт украден, мы вынуждены его у вас конфисковать. А тут какие-то колландцы меня узнали на рейс, они тоже подошли и говорят, мы пока сейчас его не отпустят, мы никуда там типа... Они говорят, так мы его отпускаем, просто паспорт у него запирали. И колландцы говорят, никуда не уйдем. Потом они позвонили начальника. Я говорю, через мой труп только, я вам этот паспорт не отдам. Я говорю, хоть он у вас в учетах, что он не действительно украден, но я вам его не отдам, это мой паспорт и все. Вот я... И там начальник вышел, говорит, слушайте, посмотри на меня, тебя как Путин, да, недолюбливают? Я говорю, да, очень недолюбливают. Ну, говорят, ладно, из широких штанин, широкие штаны и обратно забрал свой паспорт и с видом победителя ушел там, реально, линегально пришел французскую границу. Почему я пошел? Это для меня очень ценная вещь, украинский паспорт. И тот момент, когда я смогу ехать в Украину с этим паспортом, он для меня будет очень благоценным. Я неделю назад разговаривал с Фашадзе, спросил, как он оценивает ваш опыт в Украине, и он сказал, что если бы у него была возможность, обязательно бы вас отговорил. В Фашадзе он поликонсервативный человек, это реально мы абсолютные противоположности, мы друг друга дополняем. То есть вы по-прежнему считаете, что вход в украинскую политику в губернаторство был правильный? Нет, конечно, я, во-первых, узнал огромное количество очень хороших людей, во-вторых, та иногда я думаю, что это отдельно пасно тогда было. Да, я считаю, что иногда в нем были мысли, что да, может это потерянный год, нет потерянный год, это огромный опыт, и это, вот, например, люди в Одессе видели, что может быть, потому что можно не коррубировать, но видели они первый раз за 200 лет, ну, что-то, что-то этого стоит. Есть какой-то пляж, который на гугле они нависли, как пляж Саакашвили, ну, это смешно для меня, как человек, который ссылил города, какой-то пляж, отбивать, ну, это может быть не мой масштаб, но для них настолько ничего другого не происходило, для них это что-то. Одесса, Рении, для меня это вообще сельская дорога, какая-то узкая, но мы построили этот узкий дорог, да, я привык строить автобаны, но что делать, чем смогли помочь, тем помогли. Да, там, допустим, наши антикоррупционные форумы, да, они привели к тому, что мы поменяли Синюка, но реальным образом это болото абсолютно этим не сушило. вот и все. Но я думаю, что ничего быстрее не проходит. И все, возвращаясь на круги свои, есть новый, как бы, это все никуда не прошло, никуда не ушло, где-то подсознание людей это остается, даже то, как меня оттуда вышинули, это остается подсознание людей очень сильно. И поэтому, нет, это не надо. Надо было действовать, вы по-прежнему стоите на этом. Человек пока жив, он действует, он не может, я понимаю, что есть люди, которые вообще ничего не надо делать, какая там труп твоего, это не приплывет. Узнаем многих таких. Да, и сидит себе там, считай там, мух там, и какая-то жизнь. Я Владимир Федорин, и вы смотрите канал Крым критичным мыслями. У нас только один заказчик, это вы. Правило очень простое, чем нас больше, тем круче наши герои, тем интереснее наши истории. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, делитесь нашими видео, рассказывайте о нас своим друзьям. Продолжаем. Мы с вами познакомились весной 2015 года, и там, и на первой, и на второй встрече вы меня приятно удивили тем, что вы прочитали в перелете из Штатов в Европу книжку разговоров, моих разговоров с Кахой Бендукидзе, что больше всего меня поразило, то, что вы там вычленили одну очень важную на тот момент мысль, очень актуальную. Каха 22 февраля, точно это помню, 2014 года, сразу после Майдана, когда мы стали работать над этой книжкой, сказал мне, ну, быстрых реформ сейчас в Украине не будет. И вы эту мысль вычленили, да, вы ее, как актуально, поделились со мной. То есть вы тоже ведь, наверное, считали, что быстро в той конфигурации ничего сделать нельзя? Нет, нет, но тут я больше был согласен с Порошенко, Порошенко сказал, что или реформы будут быстрыми, или их вообще не будет. Ну и он решил, что их вообще не должно быть. Но надо быстро рассказать, что, одного надо рассказать, пиар его, что они быстрые. Нет, я думаю, что, во-первых, не надо, как бы, извлечение Каха принимать за истинную последнюю станцию, он часто имел свои взгляды, точно. и это был удивительный человек, именно тем, что он практически гениальный, то, что он тоже очень часто пересматривал свой взгляд. Постоянно. и поэтому, если бы тогда, как планировалось, я, Каха, еще несколько интересных украинцев нашли вместе украинское правительство. это уже весна 15-го года, уже Кахи нет? Ну, Кахи, ну, да, я говорю, если бы до того они мы все вошли, то это была бы, это была бы хорошая борьба и хорошие сражения. Поэтому, ну, трудно сейчас судить заднее, сослагательное направление, но мне кажется, что без шансов мы не были. Тогда очень легко было много чего поменять. Может быть, ну, кроме инстинктов жадных Порошенко, но могла быть критическая масса, которая бы, может, его заставила бы, по крайней мере, частично что-то отдать. Хотя частичных реформ, честно говоря, не бывает, поэтому люди бы увидели какую-то серьезную разницу за какое-то время. Уже было бы что-то. Все равно это бы потом размыло, но был бы результат какой-то. А мы получили практически отсутствие результата. Вот это, есть вот эти нюансы. Действовать нужно было, а может быть, нужно было другую тактику избрать? Не бывает, не бывает там реформы с подтишкой. Политическую, политическую тактику. Но вот смотрите, получается, что и в том числе с помощью антикоррупционных форумов был атакован и убран с политической сцены Яценюк. Ну, и получилось, что Яценюка не стало, Порошенко укрепился и вообще любой разговор про реформы потерял какой-то смысл. может быть, не нужно было так вот... Яценюк и Яценюк, яценюк и Порошенко друг другом бы делили власть или один Порошенко бы забрал себе все. Ну, это балансирование между олигархами, это была теория, вот Тори Нюрленд, который мне говорил, да отстань ты от Яценюка, потому что мы должны балансировать разные олигархические кланы Украины друг с другом и через это там вынуждать их менять. Ну, это чушь полнейшая. И когда я сказал, что ты там вообще Тори, ты американка, как ты можешь там умным видом рассуждать про балансирование украинских олигархов. Вообще, что ты понимаешь в украинских олигархах? Это вообще другая планета. Ну, вот они вот это эти маразмы тоже занимались, разные люди увлекались такими идиотизмами. И мне кажется, что в любом случае надо было идти одного за другим сбивать их. Одного сбили, но другого не смогли сбить. Вот и все. Я из-за Порошенко взялся. Тогда не удалось. Уже поздно было. А нет ощущения, что Порошенко практически всех переиграл? Нет. По состоянию на сейчас? Нет, нет. И что Кучма не было там в монополистном власти. Ющенко не было. Даже в этом его не очень преуспел. Но Юля пока была достаточно сильно с конца лидерал власти. Янукович полностью консордирую. Кто такого оригинального Порошенко делает, чего не делали все его предшественники. Особо ума Украине, чтобы консордировать власть, не нужно. Отсутствует демократическая институционная традиция. И когда деньги, власть вместе, и когда нет института, всегда одно и то же происходит. Для этого не надо быть власть, я не считаю проявлением его особого таланта быть новым Януковичем. Или ухудшенным вариантом Кучмы. Почему не удалось демократической оппозиции объединиться в этом цикле? Потому что они все, украинская традиция быть гетманами, и во-вторых, нерешительность, нерешительность отсутствия лидерства. Там нет стержни потому что они к сожалению многих и не не хватает лидерства не хватает лидерства нет ощущения что что мы куда мы должны двигаться что мы должны делать вот 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 это к сожалению все сильно сбивает нас какой же выход из этой ситуации ну потому что за лидеры лидеры ситуации до новое естественно и люди люди истерично этого хотят что непонятно они очень это они очень ждут новых лидеров а с кем из лидеров оппозиции вы сейчас поддерживать почти практически со всеми кроме там естественно там пойка там и как вообще вы видите что в условиях избирательной кампании их нажать и вот у меня есть проблемы с этим потому что при очень порядочный человек лиценко ну порядочных человек я уверен что он не будет участвовать коррупции там не участвовал коррупции я уверен что он не пойдет на грязный компромисс и т.д. в этом в этом я очень много и т.д. он выступает и говорит я знаю что порошенко будет фальсивиться выборы поэтому я призываю авакова вмешаться и защитить избирательные участки ну это это что это по это попал полнейшее проявление беспомощность но он ищет пытается построить ту коалицию которую он может построить в этих условиях да но каким образом аваков со своей коррумпированной продажной милиции реально каким они образом помогут демократии победить в украине даже если враг моего врага они же продаются обычно любой последний момент они всегда договорятся с порошенко или с любым другим кто будет фальсифицировать это вопрос цены никогда они не отдадут не помогут ни какому гриценко раз во вторых теперешней ситуации не надо быть политиком брифингов надо собирать ему как бывшему полковнику или будейшему полковнику там есть у него ранг там в отставке бывших военных собрать создать отряды гражданского действия у бывших военных взять под охрану гражданскую охрану как бы мобильным телефоном в избирательные участки у этих людей из многих доверия уважение обществу собрать их сделать и не зависит ни от того какого авакова самим действует мы знаем что выборы будут красить чего ты там из брифингов это сообщили что люди могут как люди все могут помочь если сам просто пока политинформатор выступаешь политинформатор и полит как бы обозревательные сейчас не нужны нам нужны действия и мне кажется что вот это проблема у многих есть что вот все как бы тела логика а потом они говорят они обижают жать как люди не готовы люди для нас еще не созрели то ли но ты не люди не созрели вы значит вы не недостаточно их убедили вот и все действует действовать быстро гриценко в декабре обвинил вас в том что вы в сговоре с порошенко облили его брудом в передаче на зике вы не хотите никак прокомментировать еще раз говорю порядочный человек а просто слабый очень слабый и это люди чувствуют у люди у людей пока что слабый может он вдруг проявит там какой-то там сверхъестественного силу действия но люди пока что пока что не видят что этот человек здесь пока что не видят дай бог я буду самым счастливым человеком все такой человек как он вдруг вот еще раз говорю создать эти группы военных путь хам ходить путь сам требовать контролировать составлять вот как мы там смели смели отключили там электроэнергию пошли там сняли мера и у меня гражданства не было но я там собрал местных активистов там быстро там журналистов какие были и там за три дня сняли меру и включили электроэнергию через год опять отключили меня уже не было уже сам порошенко чтобы никто но всякая штана не возникстан туда поехал научены горьким опытом вот надо ему создать таких смел в украине десятки сотни вот надо полковнику гриценко ими заниматься они комментировать моей передачи от моих передач ему ни жарко ни холодно от того что он поможет людям и они почувствуют что вот он человек прямого действия тогда кто бы какие-то передачи бы не делал против него реально заказанное и конечно и пароховоды будут его мать и деталь ничего не будет действовать когда они будут знать что этот человек реально там был реально на их стороне не просто говорит красиво но он вот он был поэтому мне кажется что вот всем надо вот так действовать каким-то образом во-первых объединяться не надо друг на друга там зло держать знаете все кто когда-то кто-то про кого-то что рассказал так шума можно сойти и так-то копаться вообще дать если мы все будем на друг на друга наезжать порошенко пролезет сейчас это уже реальность он может пролезть и это конец украине не дай бог президентские выборы главная тема давайте перед тем как обсудить персонале обсудим ключевые проблемы да вот какие задачи следующего президентства вот позитивная задача да вот что реально должен сделать следующий президент который будет действовать в интересах украины привести совершенно новую команду вообще иначе подходить к принятию решений например я обвел электронную демократию сразу чтобы там большинство больших решений принимались люди людьми через электронное голосование толпы им полномочия этим людям почувствовать что они владеют населены своей страны раз во вторых создать провести очень быструю быстрые кардинальное преобразование еще до того как вести электронное голосование прошу сначала люди должны сначала увидеть как это работает и потом уже через там как только первые результаты будут сразу давать им электронное голосование чтобы это поддержать дальше сократить бюрократии на две трети сокриняю полностью поменять систему образования тарифов и реально тарифы можно делать бороться гибче и реально то есть убрать оттуда это мы заходим в правительственную нет зону реально но что то конечно надо заходить люди убирают же политику они там какой-нибудь просто каран-то конституции реально люди убирают человек который будет действовать привести полностью новых людей срезать влияние олигархов принять закон про олигархат олигархат забрать у них политические рычаги и все время апеллировать людям через голову так называемой элиты все время вот ну приблизительно слуга народа но такая такая более с конкретной программой и с конкретными планами действий а не просто с общими речами потому что общие речи знаете были украинские деятели которые говорили общие речи очень красиво и выглядели красиво ничего хорошего из этого не вышло да кстати в программе человека который сыграл слугу народа там есть электронная демократия да да хорошо мне нравится нравится тут еще остается делать что насколько он способен сам это существует но про это мы про это обязательно поговорим так а проблема войны ну война это вот то что война сейчас это против украины ведется гибридная война в то что военные столкновения сейчас полузамороженный конфликт и он всего лишь часть большой гибридной войны путин не нападает пока украина на украину полномасштабно потому что он надеется и почти умеешь украине сама рухнет сама сама на части распадется чего нападать чего платить большую цену там еще новые санкции там его свифт ему закроют и так далее я очень большое мнение об украинских военных я их очень уважаю я считаю их героями было много грузин которых я всячески там поощрял приехать в украину многие из них отдали жизни за украину поэтому я очень горжусь украинными военными я считаю что это реально героические люди но надо сказать что сколько бы порошенко не не зашлялся говорит что он создал такую армию такую секун реально это армия старого советского образца там какой-то гелитей был там министром там сейчас теперь еще этот министр полный совхоз этот полтора полнейшие недоразумения все генералы эти паркетные нет у украины армейного образца есть украина старая советская армия чуть-чуть гибридная там естественно с новым военным которые получили опыт но их никто не поощрять и не поднимает есть часть которая просто стала заработать чанами на фоне там этих военных действий но есть старая советская армия украинского образца есть другая советская армия российского процесса которого россияне вложили гораздо больше денег я бы сказал что уже даже и не советского образца после грузии там серьезно да 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 ну как по крайней мере она да она навуроченная армия все-таки основа советская та армия ту армию этой армии не удержать если она будет в крупном масштабе нападет путин не нападает из-за других факторов но ему сейчас рейтинг падает я не знаю что или эти факторы удерживать что не полезть в новую авантюру я думаю что он может или захотеть отхватить витебский там комель у белоруссии типа как сделать белорусский донбасс частично или вообще всю белоруссию отхватить это один вариант а другой вариант полномасштабное нападение украины в этой ситуации чтобы этого избежать не надо ему давать времени в Украине надо очень быстро начать развиваться если Украина быстро начнет развиваться этот вариант у Путина через несколько месяцев отпадет поэтому мне кажется что сейчас вот этот вопрос войны он вопрос внутренней силы Украины это вопрос быстрого развития Украины Украина которая быстро развивается она решит вопрос как минимум стабилизации на фронте полной и мы избежим крупномасштабного нападения это очень важно вторая большая проблема это которая в президентских полномочиях как не смотри справедливость правосудие правоохранительная система Украине на самом деле в отличие от Грузии к сожалению мы не смогли создать хорошую уличную систему а сейчас вообще катастрофа есть хорошие судьи они исключения они аномальные но они есть колик например Лариса Цокол которая меня отпускала реально ну может быть они не идеальны в своих этих но они реально способны на эти решения и их конечно убрали их там сдвинули и так далее но эти люди есть и надо можно найти несколько десяток людей которые будут справедливыми это раз во вторых я считаю что можно пригласить каких-нибудь украинских канадцев украинских американцев и просто канадцев и американцев украинский верховный суд на контракт или какой-то другой основе чтобы создать новую традицию чтобы уйти от этой коррумпированной страшной системы от суда Грановского настоящему суду то ли он Грановского то ли там другие фамилии когда кто контролировал но факт то что всегда через решал этот суд контролировался и тогда у него у нас получится ну и последний наверное из больших таких прерогатив дипломатия международные отношения я просто как раз хочу напомнить что буквально на днях Меркель продавила все-таки решение в пользу достройки северного потока а это глядя из Украины напрямую связано с безопасностью ну Украине сейчас большие вызовы потому что Европа хочет снять санкции Меркель и так ослабла она сейчас возвратился в немецкую политику Шрёдер он реально сейчас стал управлять социодемократической партией Шрёдер это не просто там друг Путина это есть филиал Путина прямой это практически сам Путин Италия воинственно выступает против санкций там некогда центральная европейская страна куда там далеко идти против санкций Франция очень открыто всем объясняет сейчас почему надо почему санкции вредят Европе тут вопрос сейчас несколько месяцев пока эти санкции будут сняты что Европа ну просто у Европы такой жут есть такой что просто они хотят это зеленый свет Путину это это полное полное объявление Путина в первую очередь в глазах собственные там олигархические элиты или там полу олигархические или там ФСБшные которые все таки себя некомфортно чувствуют из-за этих санкций как бы там Путин нам обещал что их снимут чего их не снимают потому что Путин сам сказал так они там сейчас перебесятся и все вернется на круги свое как было против после Грузии и сейчас оно как-то затянулось но вроде ожидание подходит к концу и у них это может быть справляем и тогда а Украина как это может может как-то Украина на это повлиять успехом если Украина будет вдруг истории ну если речь идет о нескольких месяцах по вашим словам если будет после президентских выборов энергичные действия если Украина будет выглядеть вот просто вот привлекательно просто секси международно политическое будет очень трудно ее кидать сейчас она выглядит как территория вот говорит Трамп на этих саммитах ну Украина супер коррумпированная страна он в это реально верит и реально он прав да Украина это неудавшаяся значительная мера государство к сожалению с повышенной огромной коррупцией демократически перевязанной Порошенко не сможет переломить эту тенденцию нет я считаю что Порошенко не дай бог что если он перебьется это конец Украине как трепейшая граница как мы ее знаем она просто распадется она и так сейчас на честном слове то есть он не сможет удержать Европу нет и более того это это тогда мне кажется это вообще угроза была организация Украины не дай бог это Порошенко это реально это огромная угроза украинской государстве потому что он изображает стагнацию его коррупция привела к стагнации а стагнация это распад в Украине или очень быстро будет двигаться вперед или она ее не будет она она слишком на низких показателях сейчас нельзя там оставаться смотрите мы сейчас поговорим немножко про Юлию Тимошенко но если Порошенко это стагнация низкие темпы роста то про Юлию ее оппоненты говорят что это Венесуэла это гиперинфляция это это вообще социалистический эксперимент и не то что стагнация а просто спад взрыв катастрофы вот вы как эти аргументы можете оценить про собственно политическую программу Тимошенко вы верите что она способна знаете естественно Тимошенко она часть старого политического класса не вызывать сомнений у нее есть несколько вещей которые отличают от Порошенко первое то что она чистый политик реально же в Украине чистых политиков нет я не думаю что это там комплимент кому-то говорить чистый политик потому что и политик слово оно ругательное уже но она но все-таки чистый политик точно лучше чем барыг Порошенко реально барыга это термин который он чуть-чуть подзабыт но реально барыга для него деньги его для него личные доходы реально выше всего для него вот политика это цель к новым миллиардам Юля мне кажется что для него власть все и это их отличает и для него власть это инструмент достижения других целей но среди них финанс точно не главный приоритет я в этом не сомневаюсь это первое во-вторых она сидела в тюрьме она была жертва несправедливости как Лу Цанг да есть этот аргумент но Юля как бы я бы не сравнил их это разные абсолютно величины Лу Цанг и Юля реально это Лу Цанг никогда не был серьезным политиком никогда не был серьезным человеком сейчас я его знал много лет не был он всегда был полухулиганом полускандалистом полу чем-то не говоря уже о других отрицательных чертах характера и поведения Юля все-таки была настоящим политиком крупномасштабным и абсолютно другие продукты она была жертвой несправедливости она знает что такое вот когда по тебе переезжает эта система и так далее и мне кажется что это все равно это вторая история и третья история в любом случае украине нужны изменения не дай бог в любом случае то что будет изменение это уже хорошо иначе мы в любом случае эту систему перестраивать более того я хочу сказать что Юля украина да у нее не у многих отрицательные отношения но это часть заслуга олигархической пропаганды это не просто так а почему олигархи вели против нее пропаганды реально у них были плохие отношения реально Криборо Шталина она у Пинчука забрала факт остается фактом что это единственный пример успешной приводизации украинской истории ну за столько лет что приводизировал Порошенко и там я ценю ничего а что Кучма кроме того что своими там проснику что-то а Янукович она реально сделала приватизацию предприятие Криворо Шталина работает платит налоги не жалуется что на плохую конъюнктуру рынка как все остальные полу государственные полу олигархические предприятия то есть это она реально сделала абсолютно не популистическую вещь тогда и когда ее обвиняют популизме такой умники это технократы на принятии теперешнего правительства допустим а что они сделали не популистическое они вообще ничего не делали ни такое ни секо она вот сделала Криворо Шталина она забрала УПЗ у тогдашнего консорциум олигархов тоже смелый шаг естественно не без последствий у нее были свои проблемы с донецком кланом большие то есть реально она имеет историю сопротивления олигархов ну она естественно имеет историю заигрывания с олигархом но она по сравнению то есть она имеет еще историю сопротивления и невыполнение приказа потому что для нее все-таки ее или это что-то эго или что-то выше было чем вот эти все олигархи которые вот и в этом смысле это не человек который они все я знаю я разговаривал с одним из олигархов и он сказал мне если выбор между ними не я выберу его почему с ним она всегда кидает и это что он говорит что она всегда кидает для меня это хорошо что она если их кидает это хорошо для общества главное чтобы она общее не кинула но то что олигархи это это для меня было сигналом А он всегда договорится, но с ним можно договориться, он договорится с Ахмедом, Ахмед так комфортно себя никогда не чувствовал. Если там Коломойский там особо не бунтовал, он не с Коломойским бы договорился, он договорился же с некоторыми людьми Коломойского. Но Коломойский как бы еще характер проявил, а с Пинчуком тоже вроде, у них мир и братство так. А Мельниченко же обвели, или Мельниченко как его фамилия? Мельниченко. Сделали же уголовное дело, то есть кучу мужа оставили, договариваются. Поэтому с Юлией сложно, у Юлии, у Альгаха очень неоднозначные отношения. Они ей массово не доверяют. Для меня это хороший признак. Тимошенко сравнивают с Мадуро, с Чавосом, я не буду продолжать. Нет, это не надо. Всех волнует, Юлия Владимировна Тимошенко разорвет отношения с МВФ или она будет придерживаться? Если Юлия Тимошенко разорвется отношения с МВФ, я только это буду приветствовать. Если это будет параллельно с тем, что Украина будет делать быстрый реформ. Я думаю, что МВФ это вообще вредная организация. Она такая, ну как, МВФ это какой-то хирург, который у тебя палец разболелся, он сразу прибегает с пилой и говорит, давай отрежем. Может йодом помазать, зеленка? Нет, нет, рушил резать. Мы же хирурги, мы ничего больше не умеем, отрежем палец. Мне кажется наоборот, в случае с гангреной предлагают сделать косметическую операцию. Может наоборот, но я думаю, что они просто... Они поддерживают статус-кво? Они все время про статус-кво. А нам нужны проактивные вещи и изменения. Ваш ролик двухминутный, который показали на съезде по выдвижению Тимошенко, произвел фурор, эффект взорвавшейся бомбы. Как это вообще получилось? Потому что у меня есть человеческая солидарность с ней. Когда меня лишили гражданства, она сразу прилетела в Варшаву, сразу поддержала. Потом она встречала меня на границе. Она с политическим риском для себя переходила. Точно физически. Я увидел там процессы такие. То есть она... И на суде, когда меня должны были под арест посадить, она все время сидела рядом со мной пять часов или шесть часов подряд. Практически держала за руку. И тоже сыграла роль то, что меня особо делит. То есть у меня человеческая благодарность. Я терпеть не могу неблагодарность. Я могу и критические вещи говорить, и замечать, и быть к ней... Ну... Относиться к ней критически. Но когда человек тебе делает добро и проявляет солидарность, я тоже проявляю солидарность. Это раз. Во-вторых, я действительно считаю, что то, что у нее были проблемы с олигархом, в этом деле надо ее поддержать. У нее реально вот этот пиар, который ей делали, он неспроста. Третье... Знаете, все... Все сравнение познается. А какой у нас выбор сейчас? Что тут... Ну, мы сейчас попробуем поговорить про выбор. Да. То есть реально... При всем этом... Свои выступления я не призывал за кого-то голосовать. Это вопрос решения избирателя. Я просто выразил свое человеческое отношение теплое к человеку, который считаю другом, который поддерживал меня в важную минуту. И на это надо отвечать благодарностью. Вот и все. Ну, очень многие были шокированы, потому что очень многие помнят вот эти кадры. 2008 год. Тимошенко хихикает на встречу. Ну, это чуть-чуть манипулировано. Во-первых, Путин это так припадал. Да, в тот момент она, может быть, чисто так... С точки зрения драматургии, допустил ошибку. Но с другой стороны, нереально они нам дали тогда гуманитарную помощь. Там реальная ситуация такая была. У них была смертельная хватка с Ющенко. Ющенко поступил супер. Он приехал в Грузию, он поддержал нас. Я ему безменно благодарен. Но там была такая стычка уже внутри. То, что он делал, они делали с точки зрения наоборот. Но в нашем случае даже ее правительство сразу дало нам гуманитарную помощь. Но они подумали, что они могут сделать так того, что не делал Ющенко. А Путин как раз этим воспользовался. Вот и все разделяю власть. И, к сожалению, вот эти имиджи остались. Но я не чувствовал, что она против Грузии. И, наоборот, еще раз говорю, вот надо, не надо терять добро. Вот я же помню, что было. Ну, вот у нас Тимошенко сейчас получилась прям очень-очень-очень хорошая. А вот чего можно опасаться, да, в случае прихода к власти? Чтобы слишком много старых людей не пришло. Слишком много местных кланов не пришло. Чтобы отсутствовали изменения реально. Да, конечно, есть большой риск. Что система останется прежней, по большому счету. Знаете, тут надо отдать ей должность, что она сохранила партию. Это единственная партия, которая реально национальная сохранилась. На западе, на востоке, на юге, везде она есть. Но в большинстве случаев это собрание местных кланов. Которые, в принципе, некоторые из них так и мечтают, как быть, оторваться до кормушки. Вот сколько там сможет быть обновление? Вот это вопрос открыт. Но для ее долгосрочного будущего, и она очень амбициозный человек, она должна, она может там благодарить их, что они приведут, может, если она победит, что они приведут ее к власти. Но она должна от них не отправляться. Иначе болото будет засасывать всех. И поэтому, да, их надо будет действовать. В том числе по отношению к своим... Я свободный человек, я могу это говорить. И его партийные активисты таких заявленных делать не будут. Но если они желают добра тем большинства, как в Украине, они должны думать о том, что такое сценарий в случае победы по отношению к своему собственному балласту. Не надо их таскать во власть ни в коем случае. Зеленский. Вот до того, как мы начнем его обсуждать как кандидата, вот, ну, очевидно, что у него довольно тесные, близкие взаимоотношения, отношения с Коломойским. Это риск? Да, но Коломойский сегодня... У меня были очень сложные отношения с Коломойским, но я не считаю, что сегодня это большой фактор в украинской политике. Там у него есть телеканал, который, как бы, он лично контролирует, и там сработает над содержанием. Но других рычагов, особенно у Коломойского сейчас в Украине, нет. И Зеленского мерить мерками Коломойского, я думаю, что... Не думаю, что это справедливо, на самом деле. Во-первых. Во-вторых, мы не знаем, насколько человек Зеленский самопытный, независимый человек сам. И я думаю, что вполне может быть, что он ни от кого не будет зависеть. А может и полностью будет зависеть от многих. То есть, мы его слабо знаем. Я его так хорошо не знаю. Поэтому мне трудно... Давайте попробуем по... Есть такая поговорка экс-унгве Леоном. По когти узнаешь льва. Вот как... Вы следите за его компанией? Да. Он же не политик, и это его большой плюс в этом. Ну вот, он... Ему сказали, нашли ему ваши там деньги в России. А он говорит, это честно заработали деньги, идите в баню. Вот если бы политик это сказал, то там ему бы написали минусы. А когда он говорит, люди... Для людей это хорошо. То есть, он тефлоновый пока? Нет, ну просто он настоящий. То, что он, допустим, многие там реально табу нарушают. Он русскоязычный, патриотический украинец. Он говорит, это же есть страх, что вот... Вот это очень плохо, да? Нет, он говорит, вот я такой, какой есть. А я... Ой, Володи. Он такой, какой есть. Это воровский парень. А там говорят воровский в основном. И... И... Поэтому есть много чего-то, которые вот... Неконвенциональные, как бы нарушают каноны украинской политики. Но... В его случае, они... В его случае, это только работает на него хорошо. А какие у вас надежды или опасения, связанные с Зеленским? Ну, а с другой стороны, неопытность... Она... Она есть плюс, но там есть большой минус. Очень... Вот, например, в Италии коллекция 5 звезд. Реально, она выиграла... Вышла на первом месте по выборам. Да, там тоже был там Коми, Крилёв, там потом Демаев. Вот так. Но на ее спине вылез другой политик Сальвини, который реально политик. Старые партии, бывшие северные лиги. И реально сейчас Сальвини все забрал себе в Италию. Потому что эти неопытные. Это вообще... И не иметь политического опыта... Заходя политику, ну... Значит, будешь его приобретать по ходу, да? Да. Или приобретаешь по ходу, или другого, который имеет опыт, и он просто... Отодвинет и сам это все заберет. И Макрону, на самом деле, пока что у него большие проблемы во Франции. Хотя у него какой-то опыт точно был. Но все равно он был самый неопытный из них. Но это не означает, что он успешный. То есть неопытность само по себе... Знаете, когда я в Грузинской Грузии... Мы начали в 2003 году большие реформы. Но до этого мы были лет... Семь-восемь уже реформаторами. И у нас был огромный опыт... В основном не удач, но и успехов, но и... Мы были опытными политиками. Или опытными реформаторами. Еще раз говорю, политикой такое слово. А... Совсем уже отсутствие... Во-первых, я не думаю... Да, украинцы... Украинцы хотят отправить на свалку старый политический класс. Да, они считают, что все они по одному полю ягоды. Да, в этом есть своя правда. Но я не знаю, или у них в последний момент дрогнет рука... Голосовать совсем уже за него будет. В других странах, например, в Польше есть Кукиш. Такой певец, который всегда там... Начало там 15-20%, 25% даже у него был рейтинг. А потом больше 10-ти никогда не набирает. Потому что в последний момент у поляка вот... Что за застопаривает? Поэтому... Или будет вот эффект Кукиша... Или будет эффект пяти звезд, когда все равно там он выйдет на первое место. Все зависит от того, как он... Он должен сказать, вот это моя команда. Вот это мои люди. И показать... Поскольку он неопытный... Да, он неопытный. Хорошо. Все это знают. Это оценивает. Он сказал, да, я много чего не понимаю. Но вот эти люди... Будут моей командой. Вот это будет решающе. Но его компания сейчас как раз построена на том, что он ведет в политику тех, кто в ней еще не участвует. Да, команда Z там... Но он должен их показать. И эти люди должны рассказать. И должны убедить в том, что они... Не просто Z, что они еще что-то. Это не какие-то зоры там в масках, в полаглавах. Что вот они вот конкретно вот это могут убедить, что они смогут это сделать. То есть команда это ключевое, что может убедить? В его случае однозначно. Что-то еще? Что бы вы ему посоветовали? Как политик? Нет, ну как нет. Он должен быть сам собой. Человек... Он... Его кладут на достоинство, что он сам собой. Сам... Сам по себе. Вот какой-какой есть. Ну, он симпатичный. И... Вообще они говорят... Вот его сценаристы говорили, что вот... Слугу народу они списывают многие вещи с Грузии. То есть моего президентства. Поэтому я чувствую с его стороны симпатию очень часто. То есть это хорошая вещь. То есть он стремится к хорошим примерам. Не потому что это я и любому человеку это приятно. Нет. Просто стремится к хорошим вещам. Это уже хорошо. Это... Ну, то есть мы сейчас поулыбались, а давайте посмотрим на такой реальный, реалистичный сценарий. Ну, вы говорили, вы полагаете, что Порошенко использует все ресурсы, которые у него есть для того, чтобы... Да, у него сейчас отложено 400 миллионов долларов на чистую подкупскую... Откуда такая информация? Да, из его внутренней избирательства, чтобы я их всех знаю. 400 миллионов долларов. Ну, из них там... 150 точно укладывают по дороге. Там 250 миллионов дойдет. За голос пока что предлагают 1200 гривен. Ну, дойдет где-то, наверное, до 2000. Но мне кажется, что просто... Ну, и он рассчитывает на что? Он рассказывает, что без виз, но это не его заслуга. И это просто так... Если честно, на самом деле это больше моя заслуга, чем его тот чисто. Что я был главным инициатором Восточного партнерства. Это результат войны, российской и грузинской войны. И первое, что я предложил, это без визовой поездки, что когда процесс закрутился, естественно, Грузия бы не получила без Украины. Сначала Грузия получилась. Мы шли в группы. Но Томас... Я не думаю, что люди голосуют за религию. Я не верю в это. Люди голосуют по желудку и по достоинству. Достоинство связано с отсутствием коррупции. Общество, где есть коррупция, там нет достоинства. Там не уважается человек. И это не религиозная история. Это история достоинства. И это история... Есть ли верховенство законы и сравнение с той, или есть вот эта верхушка, которая просто унижает людей. Когда унижают людей, а унижает большинство коррупции. Поэтому мне кажется, что эта феодальная система, которая пытается продать религию как часть феодализма, она не сработает. Да, люди оценили. Мне кажется, что Порошенко, при всем том, что я считаю его основной угрозой украинской государственности сейчас, потому что после того, как он проиграет выборы, там он войдет в историю тем, даже когда он будет сидеть в тюрьме за коррупцией, что он там помог артокефалию украинской церкви. Он в истории реально этим войдет. И вот положительное, это будет его. И когда он выйдет, отбив срок наказания, он будет там про это рассказывать своим внукам. Вы как-то ужесточили свой прогноз. Вы раньше говорили, что он может в монастырь уйти или спокойно жить, отдав деньги. Я надеюсь, что в любом обществе Верховенства права такого человека будут сажать. И точно он никуда не сможет бежать. Потому что вряд ли Путин его возьмет, там бережные бандиты есть. А такого Запада выдаст 100%. Никто на Западе его не заберет. То, о чем вы говорите, подтверждает, что у Порошенко максимальные стимулы, самые большие стимулы из всех участников гонки к тому, чтобы ее не проиграли. Да, но у людей есть основной институт, что нельзя за него голосовать. Но как? Как можно за него голосовать? Ну, во второй тур он выйдет? Ну, надеюсь, что нет. Я думаю, что у него где-то 30% шансов выйти во второй тур. Но все зависит от того, как Зеленский будет вести компанию. Я не думаю, что он сможет обойти Димошенко. Но он может обойти Зеленского, если Зеленский вдруг упадет. Посмотрим. Хорошо. И второй тур Порошенко-Зеленский? Как это может выглядеть? Если будет Порошенко-Зеленский, я думаю, что люди в любом случае во втором туре не будут голосовать за Порошенко. Кто бы не был вторым. Кроме Бойко. Но Бойко не будет. Или Рабиночка. То есть вы полагаете, что народу хватит... Ну, это инстинкт самосохранения. Не может народ, который видел несколько лет вот этого лжи постоянно. Цинизма, надсмехательства, что коллективные, там, мальдивские какие-то коллективные острова. Постоянно врут в его глаза. Постоянно обманывают ожидания. Манипулируют самыми святыми вещами, в том числе жизнями солдат для разных политических компаний. Но не может народ на это не ответить четким отказом на второй срок. Если у народа есть будущее. Потому что, еще раз говорю, если у народа нет этого инстинкта самосохранения, то у Украины нет будущего. Я уверен, что у Украины есть будущее. Спасибо, что досмотрели. Кликните на кнопку подписаться, если еще нет, чтобы узнавать о выходе новых программ. Смотрим, комментируем, предлагаем новых героев.